далее скажите пожалуйста в объяснении ковалеву адрес совершенном правонарушения был указ хорошо за задом следующий вопрос как определили адрес правонарушения как вы определили установить как установили адрес совершенном правонарушение где видеокамера Где видео-рекальное место нарушение? Нет, как определили место правонарушения. А вы здесь есть там вот здесь данные, а вы только не определили. По чему определили? Я ничего не понимаю. Я ничего не слышу, во-первых. Можно чуть погромче, я не понимаю, как вы определили. Это важный вопрос. Понимаете, вы привлекаете человека к ответственности, за которую возможное правонарушение он не совершал. Так что давайте отвечать, пожалуйста, на вопрос, а не что-то там непонятное говорить. Как вы определили адрес, я спрашиваю. И вы не помните, есть ли адрес в объяснении, как определили адрес. Вы должны, я вам напоминаю, в соответствии с действительностью законодательства определить точно место правонарушения. Как вы делаете? По видеозаписи, что здание стоит, номер здания записан. Номер здания? То есть в видеозаписи указан номер здания? Нет. Нет? Как просили? Видно, где-то снималось, где-то все. То есть вы определили по зданию, по внешнему виду? Где инспектор стоял, я вам его спросил. На тот момент, когда он состоял на другой материал. Инспектор, объяснение там нет в деле. Как вы определили адрес? Инспектор, можете сказать? По видеозаписи. По видеозаписи. То есть вам видеозапись без номера дома, без карты какой-то, без съемки со стороны здания? Я вам стоял за жилье. Я понял. По видеосъемке, да? На тот вопрос. Все, правильно? Пожалуйста, приходите. Ответите. Следующий вопрос. Скажите, разъяснялись ли мне права и обязанности и положение статьи 51 КВА-ПРФ и еще статья 24.2 КВА-ПРФ? Все разъяснялись? Да. Ясно. А вот смотрите тут. Ну ладно, это разъясняется. Скажите, пожалуйста, вы уверены, что я не высказывал сомнения по поводу того, кто изображен на видеосъемке? Что за граждане? Я не помню, что вы говорите. Вы говорили, что это не проезжая часть, а это обычная данная. Это такой образованный. Подождите. Так, вы только что суду пояснили, что я не высказывал сомнений. Теперь вы говорите, что я не помню. Это как, инспекция? Я сказал, что вы не отрицали, что это не вы. Вы говорили, что вы не хотели на проезжую часть. Я не отрицал, что это не я? Вы уверены? Ну, нет. Вы когда задают уточняющий вопрос, вы его уточняете, что получить? Именно тот ответ, который вы хотите получить? Нет, я спрошу. Вы уверены? Поэтому я вам еще раз повторяю. Задавайте вопрос, получайте ответ. Хорошо. Как только получили ответ, переходите, пожалуйста. Я просто не могу получить ответ. Вы с вами уточняющими вопросами пытаетесь получить именно тот ответ, который вы хотите услышать? Я хочу всего лишь спросить. Потому что инспектор конкретно, что это может сделать? Алексей, потому что инспектор точно вам сказал, что я не отрицал. И вы задали этот вопрос. Более того, он сказал, что... А я хочу спросить, вы уверены в этом? Вы уверены в этом? Вы изначально не отрицали. Вы мне, пожалуйста, не комментируете. Вы отвечаете на вопрос. Вы не имеете права комментируете. Я помню, что вы говорили... Отвечайте на вопрос. Я помню, что вы говорили, что вы ходили не по прежнему, а по обочине. Я говорил так. Понятно. То есть я не помните, отрицал ли я, что я прошу? Ну, потрость. На ваш вопрос данный цвет. Света, следующий вопрос. Хорошо. Как по видеосъемке вы определили, что это именно я? Визуально по одежде, по лицу, по прическе. Все проходило. То есть, следующий вопрос. Ответ получен? Переходите. Одежда у меня была та же? Да. Та же. Хорошо. Как определили дату правонарушения по видеосъемке? Может, она была сделана год назад? На момент отобрания от человека свидетелей. То есть, кто и кого видеозапись присутствует. Я, пожалуйста, вопрос задал инспектор. Как определили, что видеозапись была проведена... Вы понимаете, что такое КОАП, кодекс административного правонарушения? Там должен вопрос сниматься. Задавайте точный вопрос, пожалуйста. Хорошо. Точный вопрос. Как определили дату изготовления... Отвечайте, это поставили вопрос. Нам задают формулиру. Да. Путь это... Ответьте, как вы, а может, он... Мы видим, что на тот момент все происходило на этом месте. В этот же день гражданка там присутствовала. Инспектора там присутствовали. И данный граждан там на месте присутствовал. Все происходило в продюссе там 100 метров. Вы были на месте правонарушения? Вы видели визуально это? Нет. Вот я спрашиваю, как дату определили? Я спросил конкретный вопрос. Дату как... Не потому что. Вы отвечаете потому, что я не спрашиваю, почему, я спрашиваю, как. Я задал вопрос, как. Испект, уважаемый суд, переходите к следующему вопросу. Я задал вопрос не почему, а я задал вопрос, как. Я говорю, потому что. Только что уже ответил вам. Переходите к следующему вопросу. Я не понимаю, как он определил, просто он не ответил. Ну вам же ответил. Переходите к следующему вопросу. Если вам не понятно, это у меня и добро, и меня не интересует. Хорошо. Исследовалась ли Вами видеозапись на предмет подлинности? Может быть это монтаж был? Не было сомнений Не было сомнений То есть почему у Вас сомнений? Я могу сказать, что не было сомнений Не было сомнений Так, ладно Исследовалась ли Вами возможность Ну скажем, не возможность А то, что данный гражданин Изображенный на видеосъемке Как Вы говорите Пока не установлен Кто это за гражданин? Только Вами был установлен Судом пока не установлен Не исследовалось Мог являться водителем Либо пассажиров транспортно-средство Исследовался или нет? Везде было основное Исследовался, потому что там было видно Хорошо Было ли припарковано транспортное средство Какое-либо на обочине? Да Был Там же на видеосъемке у Вас есть Было припарковано Имеется ли возможность Подхода к транспортному средству? Возможно там не одно оно было припарковано Мы же не знаем, правильно? Видео всем кусочек, да? Ну да То есть может там стояли они И дальше Имеется ли вот другая возможность Подхода к транспортным средствам Стоящим на обочине Кроме как по обочине Ну или если дверь открывается Там транспортного средства С выходом на проезжую часть Я не могу там определить Вы исследовали этот вопрос или нет? Не исследовали Почему? А почему исследовали этот вопрос? Возможно просто этот гражданин был Пассажиром или водителем Этот человек проезжали И не стоял с видеокамерой А с видеокамерой водитель у нас не стоят? Когда может фиксировать Правомеры или неправомеры Действия инспектора То есть Вам не исследуется Это вопрос, правильно? И Вы также не исследовали Имеется ли возможность Другая подхода Какая-либо К транспортным средствам Припаркованной обочине Кроме как по обочине И даже может быть С выходом на проезжую часть Смотря как автомобиль стоит Не исследовалось, да? Понятно То есть Вы просто определили Вам так захотелось И Вы определили Что это убежал Что он никак не может Подходить к автомобилю, да? Вообще-то там нельзя Мысли почти Подождите Но это другой Правильно Причем здесь нельзя Пассажир Может садиться в автомобиль Не знаю Пассажир Не нарушает же правильное Раздвижение Которые Если водитель Не знаю Я Вам конкретный вопрос сказал Стоит там автомобиль Вы сказали Да На обочине стоит Стояли ли там Другие автомобили На обочине Вы не знаете Являлся ли данный Гражданин Водителем Либо пассажиром Какого-либо Транспортного средства Мы сейчас-то не говорим Там запрещено Или нет За это другая ответственность Я сейчас спрашиваю Конкретный вопрос Исследовалось Или нет Вы сказали нет Я спросил Почему? Он может подходить Правильно К автомобилю Тяги Мол Как определили Что он не подходил Вы прочитали мысли Гражданин Вы являетесь ясновидящим Хорошо Следующий вопрос Хорошо Следующий вопрос Каким образом Определили Что данный гражданин Показан на видеосъемке Мы сейчас Пока не видели Не является Является пешеходом Конкретно Просто пешеходом Обычно Но не является Пассажиром И водителем Транспортного средства Даже если Пассажир Транспортного средства Даже если Водитель Он имеет право Проезжать часть А как ему подходить Хорошо Как ему подходить К автомобилю И выходить из него Припаркован на обочине Если другого Подхода нет Как это делать? Без выхода на проезжую часть Что делать? Без выхода на проезжую часть Так Поясните Вот смотрите, обочины где у нас есть? Хорошо, я, инспектор, хочу спросить вопрос. Обочина у нас является элементом дороги? Мне, как здесь сейчас, хочется спросить вопрос. Хорошо, вот смотрите, товарищ инспектор. Сначала идет проезжая часть, потом обочина, вот на данном участке машины. Единственный возможный вариант поставить здесь, это припарковаться на обочине. Как водителю, который припарковался на обочине, или пассажиру, который вообще не знает правила дорожного движения, к примеру, он не знает, пассажир, он не обязан знать. Как ему выйти из автомобиля? Вопрос снимается. Нет, нет, подожди. Вопрос снят, следующий вопрос. Снят вопрос, да? Имеется ли возможность подхода с тротуара сразу напрямую к автомобилю, припаркованному на видеосъемке? Не исследуем? Не могу, знаю. То есть, может ли он сразу с тротуара подойти? Не знаю. Нет, непонятно, это как. Ничего не знаете, получается. Это не помните, это не знаете. Еще есть вопросы? Да, сейчас. Так, ну, вопросов нет пока, да. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, назовите, назовите фамилию. Хатка, Руслан Скорбевич. Еще раз подробно. Хатка, Руслан Скорбевич. Руслан Скорбевич. Значит, я еще раз вам разъясняю ваши права. Вы имеете право не свидетельствовать против самого себя, своих супругов на близких русских, когда показать на родной пункте, появляться в испанном ключе переводчика, давать замечание по поводу правильности вашей записи. Вы предупреждаете сбоку. Обязательная ответственность. Задача, следовательно, ложных. Это было ваше право на близких порядок. Да, следовательно. В расписке вы у нас расписали. Правильно? Да. Все это правильно расписалось? Все расписались. Да, они расписались. Поясните, пожалуйста, в обстоятельствах, связанных с вынесением постановления по делу об административных правоподушениях. Мы рассмотрим частью первой статьи. Двенадцать точка двадцать дней по отношению Шамагина Алексея Александровича. Что вам известно данным поводом? В семь часов заступили мы, двигаясь по маршруту. Позвонили на 02, сказали, что гражданин ходит по улице Пионерской по проезжей части. Прибыли туда, попросили свидетельницу, объяснение она дала, видео показали, на паралик села, оформили. Дальше кто был? Чего? Оформили копию, до какого копия вас найдут? Человек не был согласен с нарушением. Вы совместно с заседневным рисунком? А как вы определили, что именно это Алексей Александрович совершил правонарушение, которое... Радиозаписи схожие, объяснение, отобранное от свидетельца Анатолова, о том, что не доверять ей тоже следует. А вы эту запись проявили для ознакомления Алексея Александровича? Ну, меня правильно показывали. Я, потому что... Вы присутствовали? Ажиотаж в полугорода собралось толковать башню. Чуть я так объявлял, чтобы не мешал. Я там на улице, в полу. То есть какие-то конкретные детали... Нет, конкретные детали, то, что происходило в патрульном автомобиле, я особо не слышал. Я находился на улице. Напарник сидел на месте водителя, данный гражданин сидел на посылке. А вы в этот момент в патрульном автомобиле, где я находился, я находился на улице. Ну, по приезду вам, вы сказали, поступил телефонный звонок по совершенному правонарушению в отношении конкретного гражданина. Прибыв на место... Прибыв на место... Вы сразу подошли, или вас встретил лицо, которое осуществило телефонный звонок и указало на предполагаемого правонарушения. Чтобы сначала взять объяснение гражданин. Угу. Она указала на него. Указала на Алексея гражданин, там подбыл с камерой, снимал про его участие. Угу. Весь последующий процесс составления протокола об административном правонарушении, процесс вынесения постановления поддела об административном правонарушении, дача объяснения Алексея Александровича будет присутствовать? Нет, я находился на улице. Понятно. Алексей Александрович, есть вопросы к свидетелям? У меня нет вопросов. Я считаю, что он не является свидетелем. Ему же неизвестно обстоятельства делать. Да, поэтому я не могу ни одного вопроса задать. Он ничего не видел. Фактически просто инспектор, который присутствовал рядом. Ну, рапорт он так же составлял. Поэтому мы должны сегодня по вопросу задать. В принципе, если... Рапорт он составлял. Он составлял по факту рапорт то, что он сейчас рассказал. То, что звонок поступил... Да, ссетировать и надо. Я же буду... А, вот единственный вопрос задам. Ну, и не уж не единственный. Сейчас все вспомнят. Скажите, пожалуйста, в объяснении, которое написала гражданка Ковалева, был адрес указан по правонарушению? Да. Вместо нарушения точно указывал. В объяснении точно я не помню. В объяснении было или нет? Вы же рапорт составляли. В объяснении нет, не он не он. Подождите, вы рапорт составляли. Там же написано что-то. Что и где происходило правонарушение? То есть написано было? Да. В объяснении? Нет. Подождите. Что они... Они инспекторы как-то путают все время. Непонятно. Тут не могут конкретно на вопрос ответить, да или нет. Что он путает-то стоит? И суд именит. И секретарь записывает, не знает, что записывает. Скажите еще раз вопрос. Можете ответить, да или нет? Я ничего не понимаю. А что первый вопрос? Вопрос очень простой. Вопрос очень простой. Рапорт инспектор писал со ссылкой то, что объяснения были. Он в рапорте указал. Были объяснения Ковалева, все это ему указано. Он да, не слышал дальше то, что происходило. А это он четко написал. То есть рапорт подтверждает то, что поступили. Объективные сведения от гражданки Ковалевой о совершенном правонарушении. Вот я хочу знать объективные они или надуманные просто. Или может быть не точные. Поэтому я и спрашиваю конкретно вопрос. Был ли в объяснении указан гражданке Ковалевой указан адрес правонарушения? Адрес правонарушения нам сказали. Где именно было нарушение происходило? Был указан или нет? Инспектор, вам я понимаю, надо по десять раз задавать один и тот же вопрос. Давайте я вам еще раз формулирую. Алексей Александрович, я попрошу... Я так и делаю. Это ж так и есть. Я вот конкретно вопрос задаю инспектору. Еще раз давайте. Какой раз? Пятый задаю. И по десять не буду, как суд говорит. Попросил меня, так не говорит. Пятый раз задаю вопрос. Один и тот же. Да или нет? Нет. Был ли указан адрес правонарушения в объяснении гражданки Ковалева? Вы же делали рапорт. При вызове нас на место происшествия был указан адрес. Был указан адрес. Улица Пионерская между Красноярской и Жуковской. Это адрес? Ответ данный. Ответ данный. Был указан адрес между Красноярской и Жуковской. Какой данный? Такой данный. Хорошо. Следующий вопрос. Вы видеосъемку просматривали, вы сказали, да? Смотрели? Да. Как определили? Он не определял, что вы говорите? Он же не выносил постановления даже. Не могу задать этот вопрос. Хорошо. Следующий вопрос. Вы говорите, адрес был указан между... Между улицами. Между понятием растяжимой, да? Там между мужем. В одном месте, во втором. Алексей Александрович. Ладно. Да, ответ. Но не надо. Хорошо. Как определили точный? А смотрите. Там уже снимается. Нам уже сказали. А, ну не он определял опять же. Нельзя вопрос задать. Потому что не он составлял постановление. Да-да, все. Вопросов нет. Спасибо. На видеозаписи, помимо предполагаемого лица того Алексея Александровича, кто-то еще был на видеозаписи? На который, я видел, не было. Там стоял автономер. 2,2,15, серебряная ситуация. А это люди? К которому по видео видно, что он первым подходит, потом несколько секунд проходит, подходит инспектор ПТС. Кто инспектор? Вы? Который? Нет. Который работал, ну, на этом. Это кто инспектор? Да. Ну, как? Астамат Схарпевич, находится сейчас в Ассентральной колледове Крещенской Республики. А на какой структуру он там прибыла? На полктуру? А? На полктуру. А как ты вновь там был? Ну, уехал, уехал. Неделю назад уехал. Да. Понятно. Хорошо. Пожалуйста, если вопросы, можете быть. Нет. Нет. Продолжение следует. 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 связались дальше что происходило на момент приезда сотрудников я зафиксировал на видео вызвала машина все его уже не было уже ушел это было вечер уже час или полтора я ждала очень долго в этот момент он уже ушел он ожидал как же в совесть на самом деле? не ожидал он ничего он не ожидал он ходил 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 все ушел целый день ходил вы когда прибыли сотрудники ДПС вы им предъявили видеозапись которую вы произвели? да предъявила кто в этот момент присутствовал? я и только ДПС в этот момент Алексей Александрович присутствовал? нет не присутствовал для обозрения видеозапись представлялась кем-либо сотрудникам? нет его не было при мне его не было я написала заявление и все видеозаписи есть все Алексей Александрович есть вопросы? да конечно Ирина Сергеевна, да? да скажите пожалуйста а вы адрес указывали право нарушения в своем объяснении? указывал пионерское 207 долларов указывали пионерское 207 долларов ясно а дату? а вы сказали помните да? а время вы помните право нарушения? ну может быть нет не помните да? ну это ваши право нарушения были в течение всего дня? да подожди Ирина, зачем вы клевещете? Ирина Сергеевна, ну не надо клеветать а? давайте конкретно право нарушения сегодня может суд не пояснил? а не пояснил да? конкретно право нарушения рассматривается по которым инициаторам заявления которого вы явились 20.08 было совершено одно тут нет, тут вот одно рассматривается понимаете? не надо о других говорить тем более это клевета потому что нет постановлений и никаких протоколов судей поэтому я просто задаю вопрос вы помните? а я задаю простой вопрос помнит ли Ирина Сергеевна время право нарушения совершенного дневное время? дневное время дневное время после обеденного дневное время после обеденного дневное время отлично хорошо как определили время точно? а вы указывали в объяснении точно время право нарушения? я не помню не помните как определили время право нарушения? я была в этот день в работе как определили точно время право нарушения? был день у вас есть поверенные часы? у меня есть глаза чтобы видеть что был день То есть вы выходите на улицу, определяйте, что день и ста, и можете предъявить точное время. Дальше следующий вопрос Алексея Александровича. Определите, пожалуйста, день, часа или... Алексей Александрович, вы слышите? Я тут как бы еще иду поцелу. Будьте добры, будьте добры, как инспектор ДПС, будьте не отвечать по вопросу. Следующий вопрос, переходите. Не переходите в дискуссию со свидетелями, если у вас есть желание, потом пообщаетесь. Хорошо. Следующий вопрос, пожалуйста. Хорошо, братан. У вас работа как-то связана с определением времени? Вопрос снимается. Следующий вопрос. Еще вопрос. Значит, время, точно, все-таки вы определили, как, не подскажете? Или я вопрос уже задал? Еще есть вопросы к свидетелю? Свидетелю? Есть, конечно. Видеозапись вы чем производили? Мобильный телефон. У вас фиксируется время видеозаписи на мобильном телефоне. На экране не фиксируется. На экране не фиксируется. Есть другие видеозаписи с этого же дня. Подождите. Она не одна. Материалы дела представлены от нами. Да. С конкретной... Свидетели материала... Остальные не относятся к этому, но они тоже есть. От этого же дня. Понятно. Так, сейчас, секундочку. А вы просто, как бы... А, ну, это нельзя, наверное, свидетелю данному задавать на вопрос насчет того, что мог ли данный гражданин, который на видеосъемке... Может, вам известно просто. Я задам на всякий случай. Мог ли данный гражданин, вот как вы, например, припарковали автомобиль с нарушением права дорожного движения, вышли из него и пошли по дороге. Мог так данный гражданин, имеется видеосъемка, подтверждающая данный факт, мог ли такой же гражданин, как вы, припарковать автомобиль, вот который изображен на видеосъемке, и как вы, выйти из машины и пойти по дороге, переходить на тротуар. Просто мог предположить? Вычисли, я не знаю. Нет, я просто спрашиваю, мог или нет? Вот вы относится следующий вопрос. Нет, вот так, когда снимается следующий вопрос, прошу. Мог ли являться данный гражданин, по вашему мнению, может, знаете, мог являться гражданин, изображен на видеосъемке, значит, водителем или пассажиром транспортного средства. Одного из транспортных средств припаркованных, так же, как вы припарковали на обочине, в зоне действия знака 327. Мог он являться, просто по вашему мнению? Что там? Там три человека на видеосъемке. Который входит один из них. Мог он являться? Да они могут кем угодно являться. Могут являться, да? То есть, вопрос, ответ получен, ответ получен. То есть, могут, могут, может и не может, да? То есть, непонятно, объективно непонятно. Даже женщины могут. Все правильно. То есть, объективно непонятно, кем он является, да? Ну, вы просто написали заявление, потому что увидели, по вашему мнению, проводную шею не писали, правильно? А как, кем он является, вы, как бы, не знаете. Вам это неизвестно. Нет, ну, по сути, я знаю. Точнее всего, я знаю. Ну, откуда вы знаете? Ну, ладно. Дальше. Дальше. Следующий вопрос. Скажите, а заявление вы писали в ГИБДД? Да. Писали, да? Что там указали, не помните? Какого числа писали заявление? Да, я уже отвечал на вопрос. Нет, я не задавал. В 20-го числа. А во сколько писали заявление? Не задавали, пожалуйста. Заявление во сколько писали? Польше вечером, когда они приехали. Это было полно. Вот это было вечер. Это был вечер, да? Время не помнить. Да. То есть, это поздний вечер там или ранний, не помню. А здесь был очень, пожалуйста. Ну, вечер, не помню. Да. То есть, заявление было? Да. Ясно. Так, ну, вообще, да? Вопросов, наверное, нет. Больше спасибо. Если вы можете без свободы, пожалуйста, последний раз. Здравствуйте. Нажовите, пожалуйста, сочи. Доверие и миле общество. Коротков Игорь Юрьевич. Игорь Юрьевич, я раздену Ваши права, так сказать, вы имеете право не следить за против самого себя, своего супруга, супруга, из-за близких, родственников, которые показали на родном языке. Пользоваться бесплатной помощью переручкой, если такая неоклюзивость, имеется доводить лечение по поводу правильности ваших записей подоконок. Вы, как свидетель, предупреждаете, чтобы одноизвестивно отписывать и задачу следуя на ушки попадания. Объясняю вашу информацию, да? Да. Простите, пожалуйста, право Алексей Александрович знаком? Да. Как и при каких обстоятельствах он был? В смысле, как мы познакомились? Вам будет свидетель Алексей Александрович. Он вам знаком? Да. Как и при каких обстоятельствах он был? Ну, он видеоблогер. То есть я его оттуда знаю. Смотрел его видеоролики. По поводу вынесения постановления и составления административного материала 20 августа 2019 года в отношении Алексея Александровича вам что-либо неизвестно? Ну, мы вместе находились вот на... С кем? Ну, я и Алексей Шамардин. Ну, еще там пару человек. Где находились конкретно? Возле площади Ленина. Возле площади Ленина. А что происходило? Возле... А конкретно Абсолютно? Нет. Что там происходило? Ну, Рейд у нас... Алексей Александрович двигался по проезжей части дороги? По проезжей? А что-либо неизвестно по поводу? Да нет, он не ходил, как бы... Ну, с полицейским, да, он переходил дорогу. А так, чтобы он ходил по проезжей части, ну, нет. Переходил бы с полицейским что-то? Он сразу какое-то содействие? Либо в отношении него составлялся протокол? Инспектор, составляя на кого-то административное тело, не на Алексея, но на кого-то, попросил подойти Алексея. Алексей говорит, а вы могли бы меня перевезти? И инспектор подошел, они вместе перешли дорогу. Ну, вот это, да, известный такой факт. А как это нельзя? Не могли бы вы меня перевезти? Что это означает? В неположеном месте? Да, в неположеном месте перешли. И как часто эти манипуляции происходили? Один раз. Один раз перешел, и все? Да. Вместе с сотрудником? А каково было присутствие Алексея Александровича? В качестве кого? Вам известно? В качестве блогера он требовал от сотрудников полиции соблюдения в порядке. То есть, чтобы автомобили не нарушали, не останавливались под знаком остановка, ну, стоянка остановка запрещена. И весь этот вход, я так полагаю, произойдился на... Видеозапись дома. А с какого места видеосъемт привелось? Ну... С проезжей части или с тротуары? С обочины. С обочины. Да. То есть, стоял и не двигался или перемещался? Ну, ходил по обочине, да. Алексей Александрович там все ходили, не только... Вот сейчас мы говорим о лице, в отношении которого непосредственно составит правильный пункт. А вам что-либо известно о том, что факт вот этих передвижений был зафиксирован на видео все? Нет. Не известно. Ну, так нам все снималось, смотря на какое видео съем. Время точно не подскажете, когда там происходило? Нет. Даже дату я уже не помню. Я вам ваше объяснение сейчас не помню. У вас вообще объяснения отбирались? Да. В 12-м часу ночь. Когда я уже спать хотел. А что означает перед чертым задавания записи в объяснении? Там я, по-моему, забыл поставить слог «не». Перед этого слога? «Не переходил». То есть «переходил» «не» должно быть. Но я его забыл поставить. И попросил сотрудника исправить, и он поставил скобочки и зачеркнул. да». Продолжение следует...